Приправка на 42% меньше цукру. Кетчуп больше не десерт. Я призываю всех бойцов Башкирии покинуть территорию Украины и вернуться на свою родину для защиты своей земли и своего народа. Пока вы воюете за амбиции одного человека, ваш народ бьют дубинками ОМОН и Росгвардия. Возвращайтесь на защиту своей земли. Да, Аббас, о чем вы много раз говорили, то и произошло. Вот сейчас мы прослушали активиста с Башкирии. Это ваш регион, который вы непосредственно знаете, много лет работали в нем. И как никто другой можете о нем рассказать. Вот что случилось? Почему зазывают с так называемого СВО возвращаться в Россию и бороться против путинского режима? Ну, последние два дня в Башкирии вспыхнул очень серьезный протест. Формально он связан с попытками властей посадить одного из лидеров Башкирского национального движения. Ему вчера суд вынес приговор четыре года тюрьмы за якобы разжигание межнациональной розни. Между тем, как реальная причина претензий властей связана с тем, что он транслировал точку зрения. Та точка зрения, которая, в принципе, подскудна у Башкир, да вообще во всех национальных республиках присутствует. Точка зрения, что это чужая война. Это война, которую ведет имперский центр против окраины, которая, по сути, такая же, как мы. То есть она когда-то сумела отделиться от империи, а теперь империя пытается ее вернуть назад. Они, в принципе, такие же, как мы, только чуть более удачливые. Они сумели сделать то, о чем мы мечтали, но пока сделать так и не сумели. Ну вот, примерно, такая логика, она там подскудно присутствует, да, и сейчас эти настроения усиливаются, потому что, ну, конца и края не видно. Новые и новые, значит, трупы идут в республику, все новые и новые новобранцы уезжают из республики, и процесс кажется, что он будет бесконечным. То есть надежда на то, что это все скоро закончится, но она иссякла. Вот, и эта точка зрения, ну, сами понимаете, она идет, она для Кремля как серпом по горлу. Вот, поэтому Алсынова, вот этого активиста, ну, его там забрали, придрались к его словам, значит, по формально другому поводу, да, и вот суд вынес этот приговор. И приговор выносился в глухой башкирской деревне, это, ну, это Сауралия, это от Уфы, 500, ну, 500 нет, ну, там 400 с лишним километров точно есть. Вот, туда ехать много часов через горы, через леса, ну, то есть это такая вот совсем глушь. А райцентр вот этого Баймакского района, Баймак, это всего меньше, это меньше 20 тысяч населения. То есть это, по сути, большое село тут, да, то есть это такая вот, то есть я это говорю потому, чтобы вы понимали, что это вот тот самый глубинный народ, да, это не вот, не городская там интеллигенция, да, либералы, так сказать, недорезанные, вот, а это тот самый глубинный народ, ну, на который опирается режим, в том числе и сейчас на войне. И вот поверьте человеку, который много лет работал в Байфире, ну, представить себе там митинг даже на 500 человек было невозможно. Не то, что там на 5, а некоторые называют до 10 тысяч, ну, давайте, хорошо, 10 нет, ну, 5-то точно было. Вот, это, ну, то есть городок с населением 17 тысяч, да, из них 5-6 тысяч там протестуют. Вот, это просто какая-то немыслимая история, я вот сидел буквально, глаза протирал, когда все это читал, смотрел эти видео, я не мог поверить, просто, ну, это лояльное сельское население, понимаете. И если оно выходит на улицу, то это значит, ну, вот, просто вот, то, что называется, достало, просто терпеть уже невозможно. Причем они же не просто вышли на улицу, да, вот, протест глубинного народа, это, кстати, повсеместно, это не только России касается, это в Иране та же самая логика прослеживается, например, везде. Вот там, где протестует интеллигенция, протест нет, нет. А там, где протестует глубинный народ, там, сразу, как только власти начинают применять силу, так они в ответ получают силу. Вот, там на видео видно, люди кусками льда кидаются, там, ну, видео-видео много, там, видно, как они задирают с ОМОНовцев шлемы, пинают эти шлемы, там, значит, играют ими в футбол, значит, выкидывают их. Вот, в общем, в какой-то момент они, так получилось, значит, Толстинов сидит в здании суда, приговор вынесен, ОМОН окружил здание суда и не может его вывезти оттуда, потому что народ снаружи окружил ОМОН. И там несколько часов продолжались переговоры, были, ОМОНовцы, значит, торговались, они отпустили тех, кто были задержаны. Ну, не всех, правда, потом выяснилось, то есть там тоже, ну, уже стемнело, был уже вечер, там был бардак, в общем, не разобрались. Этот протест был абсолютно стихийный, неорганизованный, в общем, народ думал, что всех задержанных отпустили, а отпустили, оказывается, не всех, часть задержанных уже посадили. Вот, какую-то часть народ сумел отбить. Вот, ну, в общем, в основе всего лежит, значит, недовольство вообще в целом политикой федерального центра последних десятилетий. Надо понимать, что вот регионы реально достала уже вот эта сверхцентрализация московская, когда все корешки самые сладкие, так сказать, Москва забирает себе, да, выкачивает из регионов ресурсы, а регионам оставляют, так сказать, вершки, вот, экологические проблемы, там, нищенские зарплаты, вот, бытовую необустроенность, значит, там, Путин рассуждает о гендерно-нейтральных туалетах, между тем, как чуть не треть населения страны ходят в холодные туалеты на улице до сих пор. Вот, и, значит, там деградирующая социальная инфраструктура, вот, в этой сельской местности, там, закрываются, значит, сельские больницы, там, да, значит, школы закрываются, то есть, происходит, знаете, укрупнение, да, там, дети вынуждены из одной школы ходить в другую, вот, в некоторых случаях, я помню, это было лет пять назад, в сеть попало видео, там был скандал, значит, башкирские дети, не из Баймакского района, там, другой район, значит, ну, тоже такой же сельский, глушь такая лесная, вот, они ходят в школу из соседнего, из одного села в другое, через лес, по лесной дороге ходят, и ходят все время группой, ну, то есть, все там собираются, друг друга ждут, после школы, допустим, да, все, кто из этого села, там, если у кого-то, условно говоря, пять классов, ой, пять уроков, там, они ждут тех, у кого там шесть уроков, да, потом вместе собираются, и толпой идут обратно в свое село, и несут топоры, вот, на случай, если волки появятся, потому что там волки живут, вот, и это было буквально лет пять назад, то есть, это вообще поразительно, на самом деле, мне ровно то же самое рассказывал мой отец, который ходил в школу в сороковые годы, там, на северо-востоке Башкирии, в Хигинском районе, вот, и у них была та же самая история, да, волки, и через гору надо было ходить, ну, то есть, прошло без малого, там, 80 лет, а ситуация та же самая, вообще, понимаете, вот, и Москва все эти ресурсы выкачивает, 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 и плюс к этому в национальных республиках, вот, недовольство вот этой финансовой несправедливостью, да, экономической несправедливостью, когда нам возможность на вас батрачить, а вам все, значит, сливки, все результаты нашего труда, вот, вот, вот такое недовольство есть вообще во всех регионах, в том числе и в русских, но в национальных республиках еще добавляется ощущение, что центр проводит политику русификации, что он уничтожает национальную культуру, национальную идентичность, да, там, центр много шагов делает, все эти годы делал обижающие национальные республики, да, допустим, в 2017 году они запретили преподавание национальных языков в национальных школах в республиках в качестве общеобразовательного предмета, это было завоевание 90-х, да, когда, вот, Россия, так сказать, реформировалась тогда в национальных республиках, то есть федеральная конституция признала, что языки, что республики вправе устанавливать в качестве, наряду с русским, в качестве государственных языков на своей территории, а национальные свои языки, и республики это сделали, там, Башкирии и Башкирские, Татарстане и Татарские, так сказать, ну, вот, и эти языки стали общие, вошли в обязательную программу для преподавания в средней школе. Конечно, часов на башкирский язык там уделялось гораздо меньше, чем на русский, потому что, ну, по-русскому надо сдавать ЕГЭ, так сказать, ну, и вообще, в конце концов, в России живут, ну, то есть все понимали, в общем-то, да, но вот чисто символическая значимость у всего этого была, да, любой русский хотя бы какое-то количество там слов, ну, выносил из средней школы, да, на башкирском языке мог сказать что-то, что-то мог понять, и, ну, для башкирской интеллигенции это было очень важно. Я сейчас говорю про Башкирию, но, в принципе, это касается всех национальных республик. Для них было вот это важно, ну, хотя бы формально, вот, наши языки признали равноправными, значит, ну, это значит, что, ну, нас ценят, так сказать, берегут, вот это наше государство, так сказать, да. В 2017 году, вот, без всякой необходимости, Кремль это все похоронил. Ну, то есть абсолютно бездумный шаг, вот, на ровном месте взяли и вырыли яму. В регионах было колоссальное возмущение. Вот, ну, в общем, вот такие шаги постоянно происходили все эти годы, и вот это вот копилось, копилось, это же, повторюсь, это село, оно, в принципе, политически совершенно инертно. И поэтому они никогда не бывают так, что там произошло событие, они на него сразу отреагировали. Не, они такие, ну, вот, то, что называется, долго запрягают. Вот, и вот это просто у них копилось, 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 и вот тут сейчас война это все сильно добавила, да. Значит, и у них есть ощущение... А еще Башкирия в этом же проблема, вот, глава региона Хабиров, он прямо такой передовик, он опережающими темпами готовит, гонит, значит, Башкир туда, на фронт. И поэтому там и потери высокие, значит, и бесконечная мобилизация, значит, с использованием административных ресурсов, значит, людей прям загоняют на контракт силой буквально там же, в селах. Вот, и, в общем, вот ко всему этому добавилось вот это вот ощущение вот этой несправедливой войны, когда мы на чужой войне гибнем, так сказать, да. И Алсынов все это говорил, да. Он был одним из лидеров движения, которое, значит, за возрождение, так сказать, башкирской этничности, так сказать, и так далее. Вот. И тут его, значит, берут и сажают, ну, начинают судить. И вот это вот ощущение возникло у людей, ощущение вот последней, знаете, как столоминка, который ломает с ребят верблюду, да. Вот просто, ну, вот одно, второе, третье, экономика, культура, язык там, да, тут война, значит. И еще парня, который называет вещи своими именами, правду говорит, значит, его сажают. Да сколько можно это терпеть там, да. Вот это такое возмущение возникло у людей. И, ну, и вот рвануло. И произошло просто, вот повторюсь, что-то немыслимое. И у Кремля, конечно, сейчас колоссальная проблема, потому что, ну, Кремль привык, значит, любой протест, он тут же, значит, списывает на то, что, значит, госдеп, ЦРУ, значит, сейчас еще ЦИПСО добавилось у них. Вот последние, там, полтора года, вот. Но это, когда в Москве протестуют, значит, либералы там, да, эти набитые, там можно такую точку зрения внедрять. И то, на самом деле, работает, ну, так себе. Вот в 2019 году был очень сильный московский протест, который вспыхнул летом во время выборов в Мосгордуму, когда власти отказались регистрировать оппозиционных кандидатов, там, сторонников Навального, Юяшина и так далее. Вот, и тогда Москва протестовала, ну, без малого два месяца прямо на ушах стояла, там, раз за разом люди выходили. Вот, там, драки с ОМОНом, там, вот можете видео посмотреть, там, сети найти, там, реально, ну, там, такие жуткие видео, как, там, парень, значит, лежит на, возле бордюра на асфальте, да, и у него нога, ну, задранного так бросили, у него нога задрана, значит, ну, на бордюре лежит вот так вот, вот бордюр, да, и нога. И ОМОН, значит, ну, там, нога, ну, вот. И по итогам этих событий, значит, Левада-центр провел всероссийский опрос. Вот, то есть, протест московский, а опрос всероссийский, как россияне все это восприняли. Да, надо сказать, что власти, конечно же, активно внедряли тезис о том, что это, дескать, американские агенты все. Вот, и Левада-центр, вот я очень хорошо помню этот опрос, потому что, ну, он такой был очень показательный. Он показал, насколько там плохо работает пропаганда, насколько у властей все сломалось. Значит, формулировку, ну, то есть, отдельный вопрос был задан о том, как вы считаете, имеет ли Запад к этому отношение. И вариант ответа, да, в значительной степени, значит, протесты объясняются западным вмешательством, выбрала, вот, помню точную цифру, 26%. Ровно столько же, 26% выбрала вариант. Даже если вмешательство, иностранное вмешательство было, оно мало на что повлияло. Вот, ну, то есть, по сути, люди сказали, что не это главное, не согласились с официозом. А 32 или 33% выбрали такой жесткий ответ, что никакого вмешательства не было, это попытка очернить протестующих. Ну, то есть, если второй и третий складываешь, ты получаешь такое заведомое большинство. То есть, четверть согласилась, ну, остальные, как всегда, там, не смогли определиться с ответом. Вот. То есть, с точки зрения властей, согласилась 26%. Это было в 2019 году, после этого протестное настроение усилили, степень доверия к пропаганде снизилась. Вот. Плюс это был московский протест, а это протест людей, которые, ну, они, вот, если честно, они по-русски с акцентом говорят. Вот 80% населения вот этого Баймахского района, где все это произошло, значит, это башкиры этнические. И больше половины из них, они реально говорят с акцентом по-русски. Ну, то есть, у них русский неродной, это второй язык. Вот. И представить себе, что люди, там, живущие в глухой башкирской деревне, там, где не то, что там американец или москвич, там, человек приехал из Уфы, это событие. Ну, я уж так чуть-чуть преувеличиваю, конечно. Значит, не то, чтобы это сенсация, да, там, ездят, конечно, общаются, есть связь. Вот. Но, тем не менее, это, ну, какое американское влияние? Ну, вы на себя посмотрите, вообще, что вы ее тень на плетень наводите. Ну, то есть, пропаганда вот столкнулась с этой сложностью в данной истории. То есть, это совершенно очевидно протест народный. Протест, причем, вот этого самого глубинного народа, от имени которого Путин всегда разговаривает. То есть, он давно уже отрезал, так сказать, вот эту либеральную интеллигенцию, эти норковые шубы, значит, это все, глядящие на Запад, склонные к национал-предательству, значит, как Ленин говорил там, да, это не цвет нации, это НКН нация. Вот. А это вот оно, она соль земли, так сказать, на ней все держится, вот, да, вот Россия стоит там, вот на плечах этих людей. Вот эти люди выходят, и его ОМОНовцы там дубасят, значит. В общем, история такая, конечно, мощная. Я думаю, что, конечно, протест задавит, то есть, ну, все равно силовой ресурс на стороне властей, да, эти люди разобщены, вот, это была стихия. То есть, организацию, вот, Алсынов возглавлял организацию Башкорта, ее еще года два-три назад объявили экстремистской, значит, разогнали, кого-то там посадили из лидеров этого движения. Собственно, Алсынов – это уже второе поколение, так сказать, да. А первый, ну, кто-то сидит, а кто-то там в эмиграцию уехал. Вот. А Алсынов – это вот тот, кто пришел на их место. Ну, вот теперь уже, видите, второе поколение осажают. Ну, то есть, организационная инфраструктура уничтожена, поэтому это такая, ну, это неорганизованные стихии, и такую, ну, она может какое-то время побушевать, да, но потом, ну, людям все равно надо, там, кормить семьи, условно говоря, ходить на работу, да. Ты приходишь на работу, а там начальник, да, так сказать, и все, и ты уже один. То есть, чувство локтя исчезает. Вот. Плюс, ну, надо понимать, что там зима, морозы, да, и там долго не помитингуешь. Поэтому, ну, я думаю, власти, конечно, физически, они с этой проблемой справятся, хотя, конечно, у них есть проблемы, потому что сейчас жестко людей прессовать, это, значит, реально их обидит. Ну, то есть, обиды и без того есть, да, а тут еще вот такие обиды, там, связанные с вот несправедливым подавлением этого, опять же, протеста. Ну, то есть, люди вышли сказать свое мнение, да, просто высказаться, значит, а их за это, там, бьют и сажают. Вот. Ну, то есть, вот этот груз обид, он за эти дни, значит, утяжелился очень сильно и будет утяжеляться дальше, да. И в какой-то момент люди опять выйдут. Ну, то есть, их же вот этот груз выводят на улицу, да, и в какой-то момент люди опять выйдут, и будет это в самый неподходящий для властей момент, как раз когда режим будет слабеть. И, ну, то есть, это ровно тот самый путь, которым когда-то прошел Советский Союз. Вот. Там тоже когда-то начиналось вот с частности, да, вот первый этнический протест в Советском Союзе, это 86-й, событие конца 86-го года, если не ошибаюсь, декабрь был, вот, когда, в Алмате, когда, значит, союзный центр снял Кунаева, который тогда Казахстан возглавлял, и вместо него прислал из Ульяновска, Ульяновского первого сестра Ковбина, этнического русского, ну, то есть, Казаха заменили на русского. И Алмата восстал, ну, там, студенчество, в первую очередь, да, были, были серьезные боестолкновения, значит, центр, так сказать, людей разогнал, там, кто-то погиб, там, подавил, да, вот, но вот обида уже вот тогда, там, в сердцах людей, так сказать, поселилась, да, несколько лет, и Советский Союз развалился. Знаете, когда война началась, когда Россия напала на Украину, я вот сейчас не помню, то ли в тот же день, то ли на следующий день, ну, буквально в течение двух дней я написал текст как раз о том, что сейчас, после вот начала этой войны, распад России, я вижу, ну, он становится гораздо более реалистичным, чем был до этого. До этого это была такая, ну, гипотетическая история, вот. А я как раз сказал, что башкиры и татары, и, ну, там, все вот люди, живущие в национальных республиках, они эту войну воспримут как несправедливую, как доказательство того, что вот, как они это формулируют, русский это имперский, так сказать, народ, да, вот, и жить с ним рядом, ну, как бы не хочется, вот, и как только они почувствуют, что можно уйти, они захотят уйти, вот, ну, потому что это, значит, эта же публика, она склонна воспринимать политику через этническую призму, через призму отношений, так сказать, и относов, да, поэтому все эти разговоры, там, НАТО, там, значит, боевые муравьи, так сказать, и все такое, ну, они, там, для этих людей, там, значит, вот, ну, как бы они проскакивают мимо цели, что называется, да, не то, чтобы люди активно с этим будут спорить, да, ну, просто их это не цепляет, это, ну, как бы не очень укладывается в картину мира. А вот мысль о том, что, значит, русские обвинили украинцев в том, что они фашисты, это прямо вот заляжет в голову, прямо это, это в их, вот, матрицу существующую, в голове укладывается, значит, почему, да, и, соответственно, средний, там, башкирские интеллигенты, там, татарские, тывинские, якутские и так далее, как он воспримет ситуацию, а почему они обвиняют украинцев в фашизм, потому что они захотели жить отдельно в отдельном государстве, но с нашей точки зрения это не великий грех, да, ведь, значит, ну, нации имеют право на самоопределение, в том числе и в форме независимого государства, так сказать, азы, да, значит, хотят там развивать национальную культуру, говорить на национальном языке, ну, так и надо, и мы этого хотим, да, а их за это объявили фашистами и бомбят, ничего себе, понимаете? То есть я уже тогда, ну, это было очевидным, что так оно будет, да, просто, ну, надо знать чуть-чуть этих людей, даже не сильно, чуть-чуть просто, там, поговоришь, там, с одним, вторым, третьим, да, там, с десятью человеком поговоришь, и уже появляется понимание, на самом деле, как это у них работает, вот, и, а сейчас еще к этому добавилась вот эта эмоция, что конца и края нет, и мы должны это своими жизнями оплачивать, вот эти башкирские парни, да, поэтому вот этот призыв, тот, который, с которого вы начали, вот, эфир, да, это, это, ну, это озвучила одна женщина, да, а на самом деле, ну, это то, что думают, вот, все эти люди, ну, значительная часть, конечно, не все, но значительная часть этнических башкир. А вот Аббас, кстати, мы же понимаем, и вы у себя в соцсетях писали тоже об этом, ЖКХ, ну, в полной, извините, заднице, да, все дымит, все не работает, мы говорим не о республиках, мы говорим о Москве, о Питере, да, о Подмосковье, ни газа, ни воды. Вот последнее исследование, если я не ошибаюсь, каждая вторая школа не имеет туалета, и вот сейчас тоже нет лекарств против одного из видов рака, также вот нету яиц, нету, там, говорят, курицы. Я к чему веду, да, много есть вопросов, к которым могли бы башкир в нашем, вот, варианте, выйти на улицу, но они вышли именно против войны. И туда же вопрос... Ну, Игорь, Игорь, смотрите, нет, ну, строго говоря, не совсем корректно говорить, что вышли против войны, война это скорее стала вот последняя соломинка, как я говорю, вернее, предпоследняя соломинка, последняя это арест Толстынова, но арест Толстынова, это как раз, ну, не реальная причина, а формальный повод. Если бы не это, они бы к чему-нибудь другому придрались, то есть вот в целом ощущение тупика, что зашли в тупик и сколько можно уже, да, вот, вот это базовое ощущение, да, антивоенный сентимент, он очень сильно добавил к этому, да. Но формально все-таки утверждать, что, дескать, люди вышли против войны, но это не совсем корректно. Эмоции антивоенные, да, но лозунги другие. Вот, и мы, вы вспомнили о том, что все-таки силовики это все подавлят. Вот у меня вопрос, вот в Башкирии силовики, они тоже с республики или они приезжие, и как вы считаете, силовики там в Москве и в Питере такие же, как и в республиках? Я имею в чему в виду, могут они поддержать или, может быть, у них тоже есть, так сказать, обида на власть центральную? Обида на власть центральную у региональных силовиков есть. Вот если что-то объединяет всех зрителей региона, да, так это как раз не любовь к Москве, а обида на Москву. Вот, и претензии к нынешнему главе региона там как раз в значительной степени связаны с тем, что он воспринимается как такой, знаете, ну, такой сатрап, присланный центральной власти, да, не защитник интересов Башкирии перед Москвой, а защитник интересов Москвы в Башкирии, вот так. И силовики, Игорь, они с одной стороны, ну, конечно, Москву не любят, с другой стороны, надо понимать, что вот Башкирия – это очень такой иерархичный, вертикально ориентированный так сказать, регион. Там слово начальство весит гораздо больше, чем, значит, вот, чем, ну, в соседних регионах. Я это очень хорошо прочувствовал, знаете, когда я в 2014 году уволился из Башкирии, ушел с государственной службы, я там занимал должность губернатора по внутренней политике, вот я ушел с этой должности, и меня сразу пригласили, ну, уже в качестве, так сказать, независимого политконсультанта, да, поработать в одной из соседних областей. И я туда приехал, и я работал как раз в местной администрации, да, и я видел, какой разительный контраст с Башкирией. Ну, допустим, в Башкирии, там, у нас в администрации было управление, которое, управление территорией, которое координировало, значит, деятельности глав районных администраций. И вот какой-нибудь, ну, даже не средней руки, а там, вот, низший чиновник из этого управления, когда он звонит там главе администрации района, тот, так сказать, ну, во фронт не вытягивается, но, как бы, понимает, что это команда, которую надо исполнить. Вот. А в соседнем регионе я приехал, значит, и я сижу там в кабинете вице-губернатора, и к нему заходят условно говоря подчиненные там, да, и говорят, ну, вот мы там звонили главе района, а он там нас послал, сказал, что не будет этого делать, потому что считает этого неправильно. И там вице-губернатор уже сам должен звонить и, значит, на главу района, так сказать, давить, чтобы он сделал то, что ему надо. Ну, то есть, понимаете, а это же, ну, вице-губернатор он один, там, что, он много не названится, так сказать, да. Вот. А системную работу организуют как раз вот рядовые сотрудники. А рядовых сотрудников там просто вот глава района, да, они не слушаются, и все, идите к черту, да. Ну, то есть, он, может, их не пошлет к черту, но он не будет делать то, что они скажут, да, работать не будет сделано. Вот. А в Баштирии это немыслимо, ну, то есть, это будет воспринято как саботаж, и за это сразу сработать с ним вообще вот прям не церемонис. И, то есть, Баштирия, это очень вот такой регион централизованный, иерархичный, ну, такой вот вертикаль, там, да, есть. И поэтому силовикам там, ну, с одной стороны, они Москву там не любят, с другой стороны, ну, они вот с молоком матери питали, так сказать, да, что, ну, как начальство сказал, так и надо делать. Поэтому какой-то нелояльности со стороны баштирских силовиков я сейчас не жду. Ну, в какой-то момент, когда-нибудь, когда система будет рушиться, конечно, и они тоже выйдут из подчинения. Они не выйдут из подчинения, значит, так, чтобы вот, значит, на сторону народа прям перейти, да, они скорее перелягивают под местного начальника, наплюют на Москву, который сейчас имей руководить, да, и перелягивают под местного начальника. Ну, конечно, если местный начальник будет выглядеть убедительно, да, вот, как, допустим, это делал Рахимов в конце 80-х, в начале 90-х. Вот. В Москве я переход силовиков на сторону недовольных, ну, он считает, что он гораздо более реалистичен, чем в Аштирии, по крайней мере, пока на нынешнем этапе. Абаз, большое спасибо за этот разговор, и с чего иначе начинали мы наше интервью? С того, что я вспоминал, что вы об таких ситуациях регулярно в наших интервью говорите. Спасибо. Спасибо. До свидания. Нагадаю нашим гляничам, з нами был Абаз Галябов, политехнолог, власне, мы проговорили про заворушение в Башкирии, где десятки тысяч, до десяти тысяч людей вийшли проти влади. Підписывайтесь, коментуйте, ставьте лайки и поширюйте нашу розмову. Побачимось в эфире 24-го. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова